Вопросы формирования кадрового резерва молодых специалистов, а также трудоустройства студентов и выпускников среднего профессионального образования Одинцовского округа обсудили в формате круглого стола. Цель мероприятия – настройка взаимодействия между предприятиями и учебными учреждениями и выявление потребностей в кадрах региона. Поэтому, я думаю, наши сегодняшние встречи, наши сегодняшние круглые столы, где встречаются спросы и предложения, и те, кто могут предоставить эти кадровые потребности, и те, кто наоборот, кому они необходимы. Здесь мы можем найти именно те точки соприкосновения. Руководители предприятий вынуждены давать рабочие места гражданам других государств, так как не могут найти квалифицированных специалистов в своем регионе. А выпускникам, в свою очередь, зачастую проблематично трудоустроиться из-за отсутствия опыта работы. Я думаю, за следующим другим столом мы как раз сможем предоставлять тем специалистам, которые хотят работать, у которых нет опыта, рабочие места, и для того, чтобы они поднимают свой опыт перед гражданом. Поэтому, я думаю, наш круглый стол сегодня будет плодотворный. Мы сегодня, по как минимум, нескольким предприятиям поможем найти специалистов. Организаторы круглого стола отмечают, что без тесного сотрудничества учебных учреждений и потенциальных работодателей эффективного результата не будет. Готовить кадры надо только сообщать. Сегодня это не только задача среднего профессионального образования, это задача и предпринимателей, и работодателей, руководителей, особенно, что касается в части технических дисциплины. Один из наболевших вопросов образовательных учреждений – нежелание коммерческих предприятий принимать студентов на практику. Конечно, пандемия сыграла в этом свою роль, и сейчас, с чем мы столкнулись, с тем, что организации не хотят брать студентов на практику. Не хотим заниматься, не хотим ничего показывать. Есть такие организации, вот сейчас у нас студенты, ребята, которые были в практике, выяснилось, что они почти месяц посадили в архиве. То есть, естественно, мы в такие организации уже студентов направлять не будем, ничему научить не хотели. В числе прочих вопросов на форуме обсудили важность и актуальность популяризации рабочих профессий сегодня, а также устройство практических лабораторий на предприятиях для студентов. Полина Толмачева, Илья Павлов, телекомпания «Денцова».